Время неумолимо бежит. С каждым годом рядом с нами все меньше воинов-освободителей, которые в далеком 1944-м защитили Одессу от оккупантов. Самым молодым участникам исторических событий уже хорошо за 90, но те дни они помнят, как сейчас. О ветеранах Великой Отечественной нужно помнить всегда. Не просто помнить, а быть благодарными этим людям, убежден почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. О традиционных встречах с легендарными защитниками-освободителями нашего города наш следующий материал. Николай Иванович Московой – полковник в отставке, участник штурмовых групп при освобождении Одессы, сапер, разведчик. Живая легенда. В Одессе Николай Московой участвовал в разминировании оперного театра, в который фашисты заложили фугасы с часовыми механизмами. И жемчужина города была спасена. В день освобождения города он традиционно принимает поздравления почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова. Николай Иванович, гордимся вами, потому что вы один из тех людей, которые освобождали Одессу, тех людей, которые сделали все, чтобы оперный театр у нас не пришлось строить по новой. То есть вы смогли сделать все для того, чтобы разминировать его. То, что мы сегодня имеем, это благодаря вашему мужеству, вашему героизму, который вы проявили 77 лет назад. Я горд тем, что я имею честь знать вас, общаться с вами, дружить с вами. Спасибо вам за все, что вы сделали для нас. В январе Николаю Ивановичу исполнилось 97. Повестку на фронт он получил 22 июня 1941 года, 17 лет. В первом же бою 30 октября 1941-го получил первое ранение. И не последнее. Были и контузии. Прошел путь от рядового до командира. Служил в саперном батальоне и в отделении инженерной разведки. Был участником штурмовых групп. Освобождал Мелитополь, Херсон, Донецк, Луганск, Николаев, Одессу. Город, ставший для него родным. Николай Иванович, продолжая гнать фашистскую нечисть, освобождал Болгарию, Румынию, Венгрию, Югославию, Австрию. О подвигах героя краснорещиво говорят в 7 орденов и около 30 медалей. Когда я вошел в Одессу, я шел через пересыпи, сортировочные. Через сортировочные вот эти канавы. И потом, когда уже вернулся назад, начальник штаба сказал, говорит, вернешься, я тебя тут буду ждать. Ну, я вернулся, а там, надеюсь, это уже был праздник. Воскресенье и Пасха. Николай Иванович – желанный гость в стенах Одесской юрокадемии. На протяжении многих лет по приглашению Сергея Кивалова он посещал праздничные концерты, где встречался со старыми товарищами, и вместе они пели фронтовые песни. Но пандемия внесла свои коррективы. К сожалению, провести торжества в таких условиях нереально. Но и оставлять освободителей без поздравлений в корне неправильно. Сергей Васильевич у меня – это единственный человек, которого я глубоко уважаю. Он, во-первых, он меценат большой. Понимаете, это вот сколько у нас тут и депутатов, и богатых людей, но ни один из них не занимается для Одессы. Ничего не делает так, как делает Сергей Васильевич. Другой нашей легендарной землячке Евгении Касьяновой в этом году исполнилось 95. Во время оккупации Одессы 15-летней девушкой она ушла в подпольный партизанский отряд за Одессу. Занималась подпольной деятельностью, приближая победу над врагом. Из-за доноса предателя вместе с другими подпольщиками оказалась в румынских застенках, подверглась допросам и пыткам. Спасло участников подполья наступление на Одессу передовых отрядов наших войск. Но Евгения Семеновна на всю жизнь осталась инвалидом, как и ее товарищи, кому удалось выжить вместе с ней, оказывая сопротивление фашистским оккупантам. В 15-16 лет еще дети, они внесли свою лепту в освобождение нашего города. Некоторые оппоненты говорят, а была ли это вообще победа, был ли это подвиг? Был. И нет той силы, которая сегодня может нас убедить в обратном. Мы помним о том подвиге, который совершили те ветераны Великой Отечественной войны, те люди, которые во время оккупации находились здесь, в Одессе, и переносили всю тягость той войны, той оккупации. Я очень надеюсь, что больше нам никогда не придется освобождать Одессу от кого-либо. Вы знаете, если бы не такие, как Евгения Семеновна, вряд ли у нас бы сегодня мы имели то, что имеем. Слушайте, это была радость необыкновенная. Ну, необыкновенная радость. Какую-то со слезами на глазах. Вы были тогда в Одессе, да? Да, я не выходила сюда, если нет, до Вашара. Евгения Семеновна с трепетом вспоминает священную дату 10 апреля. Она уверена, что нужно уделять больше внимания патриотическому воспитанию молодежи, чтобы ужасы войны больше никогда не повторились. Мы тронуты вниманием Сергея Васильевича Кивалова, потому что настолько он много делает для города вообще, для страны, я считаю, нашей Украины много делает. И много делает для ветеранов, не забывает их. Искренне помнит, не для того, чтобы там где-то пропиариться, извините, это такое выражение, но он искренне все это делает, искренне помнит. Почетный Одессит, и действительно он почетный гражданин нашего города. И когда люди помнят, что о них помнят, и их не забыли, и людям очень приятно. Вот моя мама растрогалась, заплакала, потому что ей действительно приятно. Сейчас очень мало, кто, честно говоря, помнит этих ветеранов, их осталось очень мало, именно тех, кто принимал боевые действия на самом деле. Вот маме 95 лет, естественно, вот их очень мало. Но очень хорошо, что Сергей Васильевич всех помнит, и помнит тех, кто уже ушел, и нынешних помнит, и очень много помогает. Одесситам всем, чтобы они, как говорится, держались, и оправдали свое, что они одесситы. А Лидия Кузьминична Павлович пережила блокаду. Страшно представить, через что она прошла. В 13 лет была ранена, с 14 лет начала работать. В дальнейшем вместе с ныне покойным мужем работала на оборонную промышленность. В 1980 году переехала с семьей в Одессу. Мама была в блокаду, всю блокаду прожила в Питере. Папа был ранен под Кеницбергом, то есть это Калининград. Освобождал Белоруссию, потом Украину, и потом где-то под Кеницбергом он был ранен. Живых защитников Одессы, воинов-освободителей, героев, прошедших дорогами войны и доживших до этой даты, остались считанные единицы. И несмотря на то, что в связи с карантинными ограничениями в этом году празднование Дня освобождения Одессы прошло без традиционных массовых мероприятий и торжеств, ни один ветеран, ни один герой-освободитель не остался без внимания и слов благодарности.